Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой на устах и в сердце за благополучие солдат Израиля, за возвращение пленных, за обнаружение тех, кто пропал без вести. И это, как мы знаем, в Израиле это облегчает судьбу многих людей, если даже погибший человек, пропавший без вести, он найден. И вот мы с молитвой, обо всем этом искренней молитвой, мы приступаем к нашим занятиям в надежде, что все усилия в духовной области, они как-то помогают нам. И помогают и понять что-то, и помогают исправить ситуацию в стране, пускай на один миллиметр, но это стоит тоже усилий. Я с вами сегодня хотел начать вот с чего. Как бы некоторое такое видение. Многие люди и молодые люди, люди, которые столкнулись с очень тяжелой ситуацией, они задают вопрос, где был Бог. Естественно, что в каждом тяжелом случае такой вопрос возникает. На это я сейчас подниму, постараюсь поднять ковец, и я постараюсь вам рассказать одну о году историю. Народный рассказ, народное творчество. Рассказывается, что один человек увидел свою жизнь, как следы на песке, и было две параллельных линии следов. И в какой-то момент он обратил внимание, что есть места, где есть только одна линия следов, не две параллельные линии следов, а одна параллельная линия следов. И он понял, что это сон от Всевышнего, и Всевышний хочет ему сказать, что я всегда был с тобой, я шел всегда рядом с тобой, поддерживал тебя. И обратив внимание на одну цепочку следов, он сказал, а где же ты был в самые трудные минуты моей жизни? И Всевышний ему сказал, я нес тебя на руках. Это мои следы, я нес тебя на руках. И я думаю, что эта история как раз у нас с вами. Я думаю, что та угроза, которая нависла над нами, она гораздо больше того, что проявилось, то, что случилось в действительности. Как бы эти события не были трагичны, я думаю, что сегодня уже все понимают, что могла быть катастрофа неизмеримо больше того, что мы с вами пережили. И, конечно, хорошо полагаться на Всевышнего, но мы знаем, что нельзя рассчитывать на чудо. И то, что произошло, тут не нужно разделять ни на правых, ни на левых, нужно взять весь народ вместе, посмотреть на всю ситуацию и сказать, что, собственно, мы сами вырыли себе яму. И просто Всевышний не дал в нее упасть, упасть и же провалиться до конца. Или это похоже на другую историю, когда человек тонет и молится Всевышнему, читает Таилим и проезжает лодка, и он отказывается взять спасательный круг и подняться в лодку. Он говорит, Всевышний меня спасет. Потом вертолет над ним пролетает, бросает ему лестницу. Он говорит, Всевышний меня спасет, и продолжает читать Таилим. А когда он поднимается на небеса, утонув, он поднимается на небеса, он спрашивает Всевышнего, почему же ты меня не спас? Всевышний говорит, я тебе посылал лодку, я тебе посылал вертолет. Это вторая такая история, которая, по-моему, очень хорошо проясняет нашу ситуацию. То положение, в которое мы попали, это нежелание понять реальную действительность, нежелание понять арабскую ментальность, арабскую религию, нежелание увидеть то, что происходит вокруг наших границ и просто совершенно неверные расчеты того, что противник Хамас на нас никогда не нападет, ему это невыгодно, ему сейчас это невыгодно и так далее. Это напоминает эту ситуацию, когда Всевышний посылает намек за намеком, уже даже, можно сказать, прямую информацию. И все равно мы, как народ, не понимаем, что происходит. Я думаю, что наше главное непонимание – это непонимание исторического периода, в котором мы живем, непонимание значения страны, тех целей, скажем, ради которых она была создана Всевышним и дана нам. И мы прекрасно понимаем, что евреи очень хорошо, особенно после катастрофы, понимали, что такое антисемитизм за пределами Израиля. И вот была такая попытка создать свое государство и быть, как все народы, потому что в изгнании, в странах изгнания происходила такая демонизация евреев, вплоть до того, что представляли с рогами и с хвостом. А тут мы сейчас создадим страну и мы покажем всем, что мы, как все народы. И это не случайное совершенно высказывание Бен-Гуриона, что у нас будут свои воры и свои развратные женщины. Пускай все посмотрят, что мы, как люди, нас нечего бояться. Мы в общей семье народов на том же самом уровне, на котором они. И мы видим, что из этого произошло. Несмотря на то, что мы не поднялись на уровень, я бы сказал, народа Всевышнего, который служит Всевышнему и исполняет цели Всевышнего, несмотря на это, нам никак не удалось и никогда не удастся стать народом, как все народы. Когда говорится, народ сидит один, живет один и среди народов не считается, то есть попадает из других народов. Это не только заповедь быть особым народом, не только благословение. Это еще факт. Что бы и как бы ни было, что бы ни происходило, мы останемся всегда особым народом в глазах других людей. Не будем приняты в мировое сообщество до тех пор, пока мы не сможем раскрыть свое, исполнить свое предназначение, раскрыть высочайшую духовность, божественное присутствие в мире на таком уровне, что другие народы придут к нам сами научиться тому, как исправить свою жизнь, как исправить мир. И вот эта попытка быть, как все, которая была предпринята в Галуте многими-многими евреями, и попытка быть, как все, которая была предпринята, по крайней мере, частью населения Израиля, она ни к чему не привела, и она ни к чему не может привести. Это как бы в качестве видения, и мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами действительно понимали и ощущали это, представляли себе четко, что Бог был с нами. И там, где кажется, что Он оставил нас, Он совершенно не оставил нас, Он нес нас на руках. Теперь мы вернемся к Еремиягу, и здесь у меня тоже есть небольшое введение, уже не такое стороннее, общее, а конкретно из книги Еремиягу. Вот в 30-й главе мы с вами встретим такую фразу, известную фразу, которая всегда пользуется, фразу Еремиягу. Увы, как велик день, тот нет подобного ему. Почему велик тот день? Потому что день сам по себе может быть великим, но он очень непростой. Его величие раскрывается через бедствие Якова, через бедствие народа Израиля. И поэтому пророк говорит, увы, как велик день тот. Велик день прекрасен, но он и тяжел, если не сказать страшен одновременно. Это момент бедствия для Якова, и из него придет спасение. Эт сала ли Яков умимена и ваше. Эту фразу повторяют постоянно, и она справедлива. И правильно ее повторяют. Что из беды, чтобы ее не было. Но если она же приходит беда для народа, из беды произрастает спасение. Из беды произрастает спасение. Нечто подобное сказал Ихискеэль, правда, он и сказал это о жизни в Галуте, несколько в другой коннотации. Вот в крови твоей будешь жить, в крови твоей будешь жить. То есть из тяжелых моментов произрастает спасение. И это правильно, и это хорошо, и это замечательно. Но есть один момент, который здесь хотелось бы подчеркнуть, и о нем говорит прекрасный комментарий, да, цуфрим, что ничего не бывает без раскаяния. Раскаяния, может быть, некоторые избитые понятия, и я вам предложил взять слово осмысление. Осмысление, да, почему мы попали в такую беду, и как из этого выйти, какие у нас есть недостатки. И понятно, что очень тяжело об этом думать, когда такие проблемы, такая, в общем-то, катастрофа произошла, когда столько погибших, и угроза продолжает висеть. Да, но нету того времени, на которое можно отложить раскаяние, осмысление. И, по идее, конечно, надо было бы думать сразу. Вместе с восторгом, который я испытываю, вместе со всеми, от нашего народа, от его единства, от его высоты души, от способности к самопожертвованию, я просто горд и счастлив видеть такой народ. Но мне кажется, что вместе с этим должно быть и осмысление, в чем наша проблема, и как нам надо будет двигаться дальше. Мне кажется, что это совершенно необходимо. И тогда действительно, в момент бедствия для Иакоба, время бедствия для Иакоба, из него произрастет спасение. Интересно, что спасение видит пророк в дальнейшем не только как физическое спасение, как бы ему этого недостаточно. Он говорит так, и будет в тот день, сказал Бог воин, сокрушу я ермо его, что на шее твоей, его – это ермо врага, притеснителя, что на шее твоей, и разорву я узы твои, и не поработят его более чужеземцы, и будут они служить Богу всесильному своему. А тут есть вскрытый момент, как бы одно встроено в другое. Мы видели в том же пророке Еремиягу, что он говорит, что Всевышний разбил ермо. Во второй главе мы видим, я разбил ермо. И что получилось? И получилось, что народ пошел, как говорят, на свободные хлеба, как резвые ослицы, как дикий осел, без понимания, куда он идет, только за своими страстями и так далее. Это получилось, когда Всевышний снова снял ермо. А здесь, говорит, я сняму ермо с шеи его, и он будет служить всесильному своему. То есть мы понимаем, что здесь нечто другое. Здесь как раз есть раскаяние, есть осмысление, есть возвращение ко Всевышнему, есть избавление от, ну, как говорят, от дурного желания, от плохих качеств. Оно здесь обязательно происходит. Иначе мы попали бы с вами в ту же самую картину, которая есть во второй главе. Ермото сломано. И ты говоришь, народ, скажем, говорит, что я не буду служить чужим больше. И тут же идет в пустыню, как дикий осел, или как дикий осел на свободу делать, что только ему вздумается. Здесь совсем по-другому. Ситуация та же, а результат другой. Потому что мы понимаем, есть некоторое внутреннее содержание, которое пророк не раскрыл. Наверное, хотел, чтобы мы сами додумались. Очень интересно в этом плане замечание Шмуэля из Гемары. Как он видит исправление мира, исправленный мир. Он говорит так. Нету между будущим миром и временем Машиха. Но временем Машиха, я бы сказал, новым временем. Не обязательно, опять же, представлять себе некоторого царя человека. Нету между этим временем и новым временем никакой разницы, а только порабощение народами, порабощение народами, зависимость от народа. То есть он видит будущее время, Шмуэль, как освобождение от народов. Но это действительно будущее время. Это не возвращение куда-то. Почему? Потому что раскрывается душа сыновей Израиля, и она, или через нее Всевышний освещает весь мир. Наверное, до этого момента, до того, как мы к этому готовы, невозможно и сбросить Ермо. Всевышний не дает нам сбросить чужое Ермо. Но когда мы будем готовы, ничего другого не надо. Только свобода и еврейская душа своим светом, своим усилием, своим благим намерением, она исправит весь мир. Это Шмуэль. И меня эти строки всегда очень волнуют, и всегда хочется, чтобы они действительно доходили не только до нашего ума, но и до нашего сердца, представление о том, что в нас заложен потенциал огромный, совершенно колоссальный, который может озарить весь мир. Это такое введение, и введение после введения. Теперь я напомню буквально два слова, о чем мы говорили, и мы с вами пойдем дальше. Мы говорили, мы были в 13 главе, и говорили об образе пояса, который Ермьяу вельно носить, вельно не стирать, потом вельно закопать у реки или у потока прат, и потом достать и увидеть, что пояс негодный. И Всевышний говорит, вот он говорит так. «Ибо подобно тому, как пояс прилипает к бедрам человека, так прилепил я к себе весь дом Израиля». То есть пояс он был и помощью при ходьбе, и указанием как бы на мое величие, может быть, подобно тому, как на пересечтеннике, если иной пояс в Йом-Кипур. Все эти моменты здесь годятся, и мы можем себе это легко представить. То есть Всевышний говорит о еврейском народе, как о том, кто раскрывает его славу и красоту в мире. Это образ этого пояса, и вот это его гниение в расщельни, и то, что его уже ни на что нельзя будет использовать, это такое предупреждение, что изгнание – это большая катастрофа. После нее восстановиться и восстановить величие Израиля очень трудно. Чтобы были они мне народом и славою, и хвалой, и красотою, но не слушали они. И дальше, скажем, я бы хотел сказать вот о чем. Что, скажем, вот если себе представить, если идет о славе, о хвале Всевышнего, о красоте, что это такое, вот если нам представить, превратить это в какую-то реальность? Я бы сказал так, что пошел с такой стороны. Есть слово «яфе», «красивый», и оно раскладывается по ряду комментариев, оно раскладывается как «ешпе». Есть возможность говорить. Красота – это то, что говорит, как говорит. Что значит красота говорит? Красота – это ощущение того, что за материальным объектом, за чем-то внешним скрывается что-то духовное, гораздо большее, чем этот материальный объект, через который эта духовность проявляет себя или, скажем, пытается проявить себя. Это ощущение того, что за простым или за более внешним есть что-то внутреннее. Вот так же Всевышний хотел, чтобы через еврейский народ ощущалось, что он здесь, в этом мире, смотришь на царство, смотришь на то величие, которое есть, на храм, народы смотрят, на храм, на царя, на общество справедливое, на Тору, на ту высокую духовность. И они понимают, и понимают, и ощущают, что здесь что-то есть большее, чем этот сам народ. Есть что-то большее, чем этот сам народ. Вот это то, что бы хотел Всевышний. Вот это пояс, который надевается, он и славы, и красота, и величие. А для чего это все? Для чего это? Для того, чтобы божественное присутствие в конечном итоге ощущение близости Бога к миру, живое ощущение Бога вошло в этот мир, и не только для сыновей Израиля, но для всех народов. И если мы это понимаем, я думаю, что мы понимаем важность этого момента. Дальше будет сказано, что Всевышний плачет. Плачет Всевышний о том, что пропала красота Израиля, величие Израиля. Если мы понимаем этот момент, то я надеюсь, что мы понимаем, вот о чем здесь плакать. Ну, красота, ну, хорошо, ну, величие, ну, слава, да, ну, что такого? А это цель, цель, красота, величие народа, через которое раскрывается божественное присутствие. Это цель, цель нашего существования. Может быть, цель существования всего мира, чтобы раскрылось божественное присутствие, оно раскрывается через нас. Если этого нет, то Всевышний плачет, потому что, как бы, он не знает, что делать. Вот, все вроде то же самое, а цель существования пропала. Это то, что касается пояса, да. А дальше момент очень интересный, который, я бы сказал, что даже не все комментаторы видят связь между рассказом о поясе и рассказом о вине, о котором мы сейчас будем говорить. Не видят связи. Говорят, это другой рассказ. А я бы сказал, что это не другой рассказ. И не случайно они стоят рядом, и не случайно пророк переходит от образа пояса к такому, или, скажем, примеру с поясом, символу пояса, к символу вина. Что он хочет сказать? И скажешь ты им это слово, так сказал Бог, так сказал Бог, всесильный Израиля, всякий сосуд наполняется вином. И скажут они тебе, разве не знаем мы, что всякий сосуд наполняется вином? Мы здесь в этом ответе чувствуем пренебрежение к пророку и к самому явлению пророчества. Вместо того, чтобы задуматься над его словами, вместо того, чтобы понять, что, наверное, не так просто он говорит, и за видимой простотой его слов скрывается какая-то глубина, над ним смеются, говорят, ну вот, опять пришел нас учить, представляет себе, что мы какие-то малые дети, и хочет нас учить простым вещам, похожим на то, как ребенка учат азбуки и буквам. Здесь я для вас поднял нашу картинку, как выглядит Невиль. Мы перевели просто сосуд, потому что очень трудно перевести на русский это слово Невиль. Невиль – это сосуд такой для, в общем-то, перевозки вина и его хранения. Первый ряд таких сосудов, нижний ряд таких сосудов, он ставился в деревянные такие пазы, то есть такую плату с дырками, а на них уже ставился, или так же, скажем, между такими двумя кувшинами, стоящими бок о бок, между ними образовалось такое место, на которое можно было поставить между ними еще один сосуд, и получался первый ряд, а на него ставился другой ряд. Невиль, как мы знаем, это и название инструмента, арфы. И мы можем с вами догадаться, что слово Невиль, оно определяет некоторую форму. Форму, когда наверху широко, а внизу узко. Такие кувшины изготовляли для перевозки, как мы с вами сказали, вот на кораблях особо, особенно, но и для хранения тоже они использовались, естественно, не перевивали сосуд в сосуд, а ставили его в подставку, на которой он мог стоять. Это Невиль. И вот каждый Невиль, каждый такой сосуд, он полон вином. И когда они насмешливо ответят тебе, говорит Всевышний, ты скажешь им так, сказал Бог, вот я наполняю вином до опьянения всех жителей этой земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Ярушалаима. Но что же это такое? В чем здесь смысл этого ответа? Ну, мы знаем, что всякий сосуд полон вином. А Всевышний говорит, я наполняю. Точнее говоря, если переводить точнее, то всякий сосуд наполнится вином. Всякий Невиль наполнится вином. По-русски здесь это в этом переводе не отражено. И они говорят, ну, мы знаем, что всякий сосуд наполнится вином. И когда они это говорят, то Всевышний говорит, я наполняю так, что все опьянеют. И тут, для того, чтобы понять, что происходит, как, скажем, разворачиваются эти символы, о которых говорит пророк, нужно вспомнить Таун, Кемару и, скажем, Ирувин, 65-й лист. И там разбирается такой момент, что когда человек охватило ощущение гордости или он очень устал, ему нельзя молиться. Естественно, это не входит в современную галаху, но возможно, что во времена Талмуда так и было, что от человека требовали предельной сосредоточенности, когда он говорит каждое благословение, из 18 благословений, из повседневной молитвы, которую повторяют три раза в день. И вот нельзя было молиться в такой момент, когда человек размышляет о себе, и он чувствует прилив гордости за счет своих достижений и так далее. Бывают ли такие моменты перед молитвой? Можно ли это успокоить или нет? Трудно сказать, но в любом случае посылка такая, что в момент гордыни нельзя молиться. Что нам пишет Раши? Вы только посмотрите. Нам пишет Раши здесь, в Гемаре, я специально вам перевел. В тот момент гордыни нельзя молиться. В то время, когда человек пьян, запрещено ему молиться. То есть Раши напрямую соотносит момент гордыни с моментом опьянения. Как мы сказали с вами, что представить себе, что человек вот испутывает гордыню, и тут он скажет себе, нет, я не могу молиться, я подошду, да, очень трудно. А Раши берет конкретно и очень жизненно. То время, когда человек пьян, ему запрещено молиться. Отсюда мы с вами понимаем, что вино может привести человека к гордыне. очень легко. Для Раши почти автоматически. Выпил, и есть опасность гордыни, не молись, пока не пройдет вино. Но в этом плане, как бы, скажем, понять, что, ну, если так можно сказать, что это действительно так, или найти подтверждение Раши, да, вот, можно сказать, нам помогает Медраж Танхума на главу новых. И тут рассказывается Медраж, да, такой рассказ образный, естественно, что когда Ноох пришел, когда Ноох решил сажать виноградник, то пришел Сатан и сказал, что давай мы вместе с тобой будем сажать. И когда Ноох начал, он принес овцу, зарезал овцу, вылил ее кровь, потом принес свинью, зарезал ее, вылил ее кровь под лозу, которую посадил, насаждал Ноох, потом он принес обезьяну, зарезал ее. После, прошу прощения, после овцы он принес льва, да, овцу, льва, обезьяну, и зарезал их, и вылил их кровь под виноградную лозу. И тогда Агада продолжает и говорит так. Дал ему намек, что прежде чем человек выпьет вина, кроток, он как овечка, которая не ведает ничего и молчит, когда ее стригут. Ну, понятно, что не всякий человек кроток, как овечка, и понятно, что не всегда хорошо быть кротким, как овечка, да, но в любом случае, скажем, можно быть кротким, мирным и мироубивым, только не выпив вина, как утверждает эта Агада. Если ты выпьешь вина, выпил как следует, то есть какую-то приличную порцию, но еще вроде бы в меня и мы, стал храбрым, как лев. И заявляет он, что нет подобного ему в мире. Это момент очень глубокий, на мой взгляд. Потому что что самая большая, как бы, да, мы видим, речь идет о наглости. Речь идет о наглости, как нам сказал, как нам им указал Раши. Кто-то говорит, что он великий и нет ему подобного в мире. Хочет ли он сравниться со Всевышним, сказать, что он и сильнее, и храбрее Всевышнего, трудно сказать. Но в любом случае, достаточно того, что он говорит, я, я самый храбрый, я самый сильный, я самый умный. Это тому, к чему приводит первое завышение нормы вина. И это, собственно, то, что нас интересует, просто для того, чтобы посмотреть в свой году. Мы с вами заглянем сюда. Выпил чрезмер, устал, как свинья. Когда совсем опьянел, устал, как обезьяна. Пляшет, забавляется, ругается непристойно и не отдает себе отчета в том, что он делает. И при этом, это Агода, при этом нужно сказать, что вино – это символ пророчества. Символ пророчества, когда, скажем, нечто влияет на разум, несколько, так сказать, притупляет разум, тормозит разум. И это позволяет раскрыться тому, тем пластам, скажем, божественного света, который выше разума. Поэтому образ такой вина, оно тормозит мышление, но позволяет, как бы, раскрывает возможность восприятия сердца. Это не относится к этой Агоде, это не относится к этому пониманию. Есть, всегда есть разговор о материальном мире, о материальном мире, и есть разговор о духовном мире. Духовный мир совсем другой. Там огонь, как мы с вами знаем, горит, но не сжигает. Огонь не сжигает в духовном мире. И у него совершенно другие свойства, и другая направленность у огня в духовном мире. Также и вино. Есть вино духовное, которое несколько тормозит разум, заставляет человека отбросить обычные понятия, которыми он привык пользоваться, и это дает возможность прийти ему к понятиям духовного мира. Это вино духовное, а это вино уже такое материальное. То есть отсюда мы представляем себе, что происходит. Когда пророк говорит, что каждый сосуд наполнен вином, каждый сосуд наполнен вином, то он хочет сказать, что есть сосуды. Эти сосуды могли бы быть наполнены духовным вином. Они могли бы быть наполнены пророчеством, силой пророчества. Все сосуды. Потому что мы знаем, что когда есть пророк, и когда к нему прислушиваются, то меняется состояние всех людей. Они сами по себе близки к пророкам, или, по крайней мере, у них есть совершенно другое мировосприятие, гораздо более широкое, так сказать, более объемное, чем в то время, когда нету в народе пророчества, нету сильного пророка. Вот пророк говорит, всякий сосуд наполняется вином, всякий сосуд должен быть наполнен вином духовного мира. Вы должны открыть себя для пророчества. Вы должны быть как сосуды, которые наполнены пророчеством. А когда они ему говорят, ну, что ты нам рассказываешь, то есть не готовы его слушать, даже смеются над ним, тогда Всевышний говорит, скажем, хорошо, если не пророчество, то что тогда? Какое вино тогда? Вино гордыни. Верно гордыни, которая не даст вам возможности ничего понять. То есть вы даже, может, и пить не будете, как Раши сказал. А состояние гордыни – это состояние опьянения, опьянения, непонимания. Нет такого непонимания, как у пророка, когда он ушел от одних понятий и перешел к другим понятиям. Да и просто непонимание того, что происходит. Это то, что нужно было бы понять из слов пророка, поняли они или нет. Скорее всего, нет. Призыв наполнится духом пророчества, быть соединенным с духом пророчества. И когда насмешка над пророком, то в ответ – хорошо. Как бы святое место пусто не бывает. Нет пророчества, будет гордыня и опьянение. Мы понимаем, да, пророчество – это очень, так сказать, многостороннее и сложное явление, когда есть пророчество, как представляется у человека другое состояние. У него есть не то, что он пророк, а есть в народе сильный пророк, да, есть ощущение божественного присутствия. И это то, что называется «Ирад шамаем» – трепет перед небесами. И когда человек ощущает, что Бог здесь, да, время от времени, или когда он приходит в храм, и потом он с этим ощущением помнит его и возвращается домой, да, это не, как бы, скажем, не суть важна, да, он живет по-другому, он мыслит по-другому, он поступает по-другому, да, и когда человек перед лицом Всевышнего, так или иначе, да, у него проявляется чувство скромности. Обязательно. Как говорил, как Давид говорил про сыновей Израиля, у кого нету трех свойств, он не из племени Израиля. Что это значит? Рахманим, Байшаним, Гумнаиха, Садим, милости, скажем, сочувствующие, как сказать, скромные, стыдливые и помогающие другим. Нас интересуют стыдливые. Человек, который ощущает божественное присутствие, да, у него пробуждается милость и у него пробуждается стыд. Стыд, может быть, ну, не совсем как бы стыд, да, по-русски, да, трудно даже подобрать, да, ощущение того, что он не может все, он не может все, он не может все сказать, он не может все сделать, потому что он стоит перед Богом, что Бог рядом, да, это свойство еврея, да, которое Давид выразил как большанин, стыдливый, допустим, да, это свойство, проистекающее от ощущения божественного присутствия человек другой, когда есть это, когда есть это ощущение, и он совсем иной, когда его нету, и мы понимаем, что есть, да, еще нужно сказать такую красивую вещь, что про Маше говорится «у Маше она в Миколе дам», а Маше он более скромный, чем любой человек, почему он более скромный, чем любой человек, почему мы это можем сказать с уверенностью, потому что он, так сказать, приблизился, подошел, образно говоря, ко Всевышнему ближе, чем любой другой человек. Если это произошло, значит, точно, как бы, да, один к одному, или, да, один плюс один равняется два, да, вывод, да, он самый скромный, он стоит ближе всего к Богу, он самый скромный, да, и вот мы понимаем, мы понимаем, вот этот, вот этот ход, да, связь между поясом, который говорит о гордыне, о гордости, да, которая должна была быть, бы, как бы, напрямую связана с ощущением божественного присутствия, да, и эта гордыня вместе со скромностью, с пониманием того, что ты сам по себе ничего не можешь, ты можешь только вместе с Богом, да, вот, это то, что должно было бы быть, и это то, что пропало, да, и это то, что пропало, и с этим пропало очень-очень многое, пропало, если так можно сказать, возможность раскрытия божественного присутствия в мире, да, гордость, да, гордость с ощущением, с ощущением, вместе с ощущением, так сказать, ограниченности своих возможностей, гордость в том, что твои возможности превосходят человеческие возможности, и ощущение ограниченности своих возможностей, это должно, это должно было быть, это пояс, который Всевышний И крепко-накрепко прикрепил себе гордость, если так сказать, гордость народа, которая неотрывно связана со Всевышним. А когда эта гордость отрывается от Всевышнего, и эта гордость с забыванием Всевышнего, то это получается, как сосуд с вином, человек сосуд с вином, который приходит к опьянению. Он приходит к опьянению, забыл про Всевышнего, забыл про Всевышнего, а опьянел. Другими словами, гордыня. И в этом просто, на мой взгляд, потрясающая, очень красивая связь между поясом, гордостью, которая пропадает и которой Всевышний хочет, чтобы она была. Да, эта гордыня хочет, чтобы она была как пояс, как народ, который идет вместе с ним и горд этим том, что он вместе с ним. И гордыня, которую он не хочет Всевышним. Гордыня, как вино, разлитое в сосуды. И вино не вино пророчества, а вино просто опьянение людей, преисполненных гордыней. И это как бы вот эта вот связь потрясающей красоты, на мой взгляд. А ты скажешь им так, так сказал Бог. Вот я наполняю вином опьянение всех жителей этой земли и царей и так далее. И дальше, 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 да, где кроме, да, вот, и дальше четырнадцатое предложение. И расшибу я их друг от друга, и отцов и сыновей вместе, сказал Бог, не сжалюсь я и не пощажу и не пожалею уничтожить их. И представляется такой образ, что эти сосуды разбиваются друг от друга. Почему? Да из-за гордыни. Из-за гордыни, когда есть гордыня правителей, и они не готовы слушать друг друга. Каждый только старается возвыситься над другим. И царю, даже если он праведен, нет никакой помощи, не на кого опереться. Каждый только отстаивает свое собственное достоинство, свои собственные интересы. Это похоже на то, как сосуды, наполненные вот этой гордынью, вином этим, между которым стоит знак равенства с гордыней, и они разбиваются друг от друга. Вы можете представить себе, что такие сосуды свином перевозят на корабле, и поднимается буря, и они разбиваются, ударяясь друг от друга. Может быть, это имеет в виду пророк. Не уверен, но такой образ здесь возможен. И пророк, что мы здесь еще, я вам приготовил. Что еще мы можем подчеркнуть? А, мы можем подчеркнуть такой момент. Тоже очень, очень и очень важный. Вот эта проблема гордыни, как собственного достоинства, как ощущение собственной силы, гордость собственными успехами, это огромная проблема именно в земле Израиля. Именно в земле Израиля. Почему? Потому что у земли Израиля такое свойство, что здесь чудо происходит в основном. Может быть, это не сто процентов, но в основном здесь чудеса происходят не через природу, не как явление природы, не как нарушение закона природы, они происходят через человека. Человеку дается сила сделать невозможное. Тот, с кем произошло чудо, он не ощущает этого чуда. Ему трудно понять, что произошло чудо. Как человек, за которым, скажем, налазь собака огромная, взял и перемахнул через четырехметровый забор и спасся. Ему трудно представить себе, что он не мог бы это сделать, если ему во Всевышний не дал силы. Пример, может быть, такой, несколько примитивный, не обижайтесь, но зато он наглядный. И как бы это. Это не всегда так. В земле Израиля есть чудеса, которые, скажем, такие явные, которые происходят через нарушение природы, не только через силу человека, но в основном, в основном, подавляющем большинстве случаев. Здесь побеждают силы руки, здесь создают силы руки, строят силы руки. Поэтому известная посылка о том, что храм опустится с небес, мольбим, комментарий прошлого времени, скажем, недавнего, но все же прошлого, или Раф Фишер, комментатор гораздо ближнего, близкого к нам времени. Оба они говорят, что храм отпустится с небес. Это значит, и они основываются на книге Малахи Малек, на книге Царств Первый, это значит, что люди, когда начнут строить храм, работа будет идти столь быстро, что будет казаться, что храм опускается с небес. То есть, и этот момент, храм опустится с небес, комментаторы, мудрецы великие, не принимают, что что-то упадет с небес. Только через человека. Сила, чудо происходит через человека. Тогда, в чем задача человека? В чем задача человека? Большая, огромная, здесь, в земле Израиля, во всех поколениях, и в нашем поколении тоже, это понимать все-таки, что чудо произошло через тебя. Или через тебя произошло чудо. И вот, если мы это себе представляем, то мы можем представить себе и слова книги Дворим. на такое предупреждение. «И скажешь ты в сердце своем, сила моя и мощь руки моей совершили для меня все это. И вспомни тут же Бога Всесильного твоего, который дает тебе силу вершить дела великие, чтобы исполнить союз его». То есть ты все правильно сказал? Все правильно сказал? Сказал в сердце своем? Сила моя, да, сила моя, правильно. И мощь руки моей, да, мощь руки моей совершили для меня все это. И дали победить врага, и дали построить города, и подвели к строительству храма. Это сила моей руки. Но как только ты это сказал, совершенно правильно сказал, тут же добавь, да, да, тут же вспомни Бога Всесильного своего, что вот эту силу, которая она твоя, эту силу тебе дал Бог. Тебе дал Бог. Если как бы, да, ты посмотришь на свою жизнь внимательно назад, то ты увидишь на песке две параллельные линейки рядов, линейки шагов, линейки следов. Две параллельные линейки следов ты увидишь на песке. Вишни всегда с тобой. Всегда. И дает тебе эту силу. И ты прав, да, ты это сделал. Ну, ты должен помнить, что кто тебе дал это сделать. Это невозможно, а кто тебе дал совершить. Всевышний. Это, еще раз я говорю, проблема земли Израиля. Здесь чудеса происходят через человека, через усиление, так сказать, его силы, раскрытие тех возможностей, которые нету в других местах. Это касается и понимания, изучения Торы, и всех способностей человека. все это дается здесь свыше незаметно. И поэтому часто очень, часто очень в земле Израиля, как мы можем представить себе, человек путает вино с вином, путает пророчество, скажем, как силу, сверхсилу, которая дается ему и в понимании, и в деятельности, сверхсилу, путает ее со своей силой. Или, увидев, что он может все это, он это сделал, он не вспоминает тут же Бога Всесильного. Пропало дело. Пропало дело. Вот эта красота Израиля, красота Израиля, когда за твоей силой стоит еще что-то, и это видно, и ты должен дать это всем увидеть, сделать, чтобы это было красиво, чтобы было ЕШП, чтобы это говорило, говорило всему миру, это пропадает. А когда это пропадает, Всевышний говорит, я не знаю, что делать. Он говорит, я плачу. Я плачу. Я не знаю, что делать. Когда пропадает вот этот еврейский народ как сосуд, как возможность раскрытия великой духовности в мире, красоты, к которой потянутся все народы. И вот то, что я забежал вперед, здесь у нас это прямо написано. «Если же вы не послушаете этого, то будет душа моя плакать в тайне из-за гордости». Или из-за гордыни, или из-за гордости, а можно сказать, что из утраченной гордости Израиля и превращенной в гордыню. Из-за этого будет плакать моя душа. А я не знаю, что делать, говорит Всевышний. Когда плачут, когда не знают, что делать. Осталось только изгнание. Здесь как бы можно насчитать в еврейском тексте три слезы Всевышнего. И понятно, что это слеза о царстве, которое выражение силы и красоты народа. Это слеза о храме. И это слеза о храме. И это слеза о силе Израиля, которая защищает его, или та сила, которая сам себя защищает Израиль. И слезы прольются из глаз моих, и глаза мои и зайдут слезами, потому что взято будет в плен стадо Бога кончится изгнанием. Потому что я не знаю, что делать с ними дальше. Я им даю, возвеличиваю их. И все получается, только превращается во вред. Превращается, идет не, если не становится гордостью Израиля, а становится гордыней. Здесь я написал сразу с большой буквы. Душа моя плакать будет. Моих глаз, как во Всевышнем. Хотя текст можно было бы прочитать так, что это говорит пророк, а не Всевышний. Но Гемара, трактат Хагига, и, в общем-то, все комментаторы, они отбрасывают этот ревант и говорят, что плачет Всевышний. Теперь нужно понять, что значит плачет Всевышний. Вот хотя бы в Деврея и Мим. То есть понятно, что у Всевышнего нету недостатка. В Деврея и Мим, скажем, говорится, что в его месте, там, где находится Всевышний, опять же, образно говоря, где он находится, там только сила и приятность или радость. Там нету недостатка, там нету слабости, там нету печали. Так что ж такое тогда Всевышний плачет? Есть разные объяснения, скажем, на внешнем уровне, на утреннем уровне. Я бы пошел не просто по прямому такому пути, простому, я бы сказал так. У нас же есть огода, у нас же есть огода, что Всевышний показывается Маше в терновом кусте, в горячем терновом кусте. Оттуда он видит как бы ангела, божественное присутствие. Почему в терновом кусте? Потому что, говорит Митраж, Митраж, Раба, Шмот, Раба, говорит нам, потому что, когда еврейский народ в беде, когда он в изгнании, то и щена, божественное присутствие, она тоже страдает. Как же эта щена страдает? Божественное присутствие, то, что как бы так, скажем, непосредственное проявление Бога в мире, и как же это страдает? Я бы сказал так, что у нас есть заповедь, страдает Всевышний, не страдает Всевышний. У нас есть вера, что он не страдает, потому что он абсолют, он совершенство. Но у нас есть обязанность представить себе, как бы он страдал, если бы у него, скажем, было что-то человеческое. Говорим же мы в Торе, то, что Всевышний опечалился. А морал говорит, это не Всевышний опечалился, это человек представил, что Всевышний опечалился. Значит, можно представить себе как-то Всевышнего, Можно представить себя как Всевышнего, и нужно представить Всевышнего. Давид, например, говорит, что я всегда представлял Всевышнего перед собой. Как он представлял? Трудно сказать, но представлял перед собой. И у нас есть обязанность представить, как бы страдал Всевышний, если бы он, скажем, был ближе к этому миру, если бы у него что-то было от этого мира, какое бы горе мы ему причинили, что бы мы ему причинили? Это мы должны представить себе. Это наша заповедь. И то же самое здесь говорится, что вот это величие Израиля – это нечто великое, великое в мире. И то, что вызывает или как бы вызывает огорчение слезы Всевышнего, когда это пропадает. И наша обязанность – представить себе, что Всевышний как бы плачет обязанность. Поэтому и Гемаров в трактате «Брахот» говорит, как бы, да, что вот Всевышний говорит, когда евреи в изгнании, Всевышний говорит, сейчас, секунду, давайте вспомним, да, горе отцу, который прогнал детей от своего стола, и горе детям, которые были прогнаны от стола отца. То есть отец – это Всевышний, как бы, да, вот дети – это сыновья Израиля. Или когда они в изгнании, они не получают от Всевышнего, они должны брать что-то от народов мира, так или иначе, да. И Всевышний говорит горе, горе отцу, плохо, плохо создателям. Что плохо создателям? Неплохо им. У нас есть вера, что неплохо им, да. Но мы должны понимать, что ж мы наделали, да, какую бы боль мы причинили Всевышнему, если бы он действительно испытывал боль. Это наша, как бы, заповедь, да. Вот, и глаза мои дадут слезами, потому что взято плен стада Бога. Вот, нечего делать, приближается и знание. Да, как бы, для, может быть, сейчас уже в конце мы с вами скажем такую вещь, да. Вот, говорится в том же трактате Хагига, говорится, раби взял в руки Иха, книгу Иха, плачь Ремиягу о разрушении храма, о страданиях еврейского народа, об изгнании, да, плачь, да, книгу Иха, и читал из нее, когда он доходил до этого стиха, бросил с небес на землю величие Израиля, да, или когда он дошел до этого стиха, бросил с небес на землю величие Израиля, упала книга из рук его, и он сказал, с высокой крыши в глубокую яму. То есть, исчезновение величия Израиля, да, кроме, кроме, упаси Бог, всех страданий, которые связаны с войной, с разрушением, с изгнанием, кроме этого, да, пророк еще обращает внимание на то, что пропало величие Израиля, да, и это высочайшая трагедия, квинтэссенция, у него книга падает из рук в этом месте, да, и он говорит, с высокой крыши в глубокую яму. Это величие Израиля. Я как бы тут не берусь проводить параллели, не хочу проводить параллели, но я думаю, что каждый очень легко может представить себе, что происходит в наше время и какое отношение это имеет к нашему времени. Может быть, можно сказать, что это основная проблема, что мы не чувствуем, что Всевышний через нас делает чудо, через нас он дает красоту в мир, через нас он дает мудрость в мир, через нас он раскрывается в мире, и мы не хотим ему содействовать в этом, чтобы он раскрывался через наш народ, да, мы не чувствуем это, да, и что в результате там, где нету вина божественную, там вино попроще, гордыня, да. Если посмотреть на нашу верхушку, наших генералов, да, высший состав, он весь нерелигиозный, да, потому что религиозному человеку очень трудно пробиться в армии на такие важные командные посты, на высокие командные посты, да, и что же мы видим, да, полная гордыня, самоуверенность, тоже проявление гордыни, самоуверенность тоже проявление, да, которая и привела к этой ситуации, когда сосуды разбились, а сосуды один от другой разбился, не о врага разбились, брак – это ничто, разбились друг от друга, свою гордыню от того, что каждый свою дудку, из-за полного непонимания то, что через нас проявляется божественное присутствие в мире. И, конечно, есть надежда, что это что это трудное время, но из этого трудного времени произрастет понимание, понимание, а с пониманием придет и наша сила. И мы уже больше не будем допускать таких ошибок, как кормить врага. Последнее замечание, которое я хочу, так сказать, позволить себе, да, это Бьешаягу, Бьешаягу, как вы помните, говорится, что лев будет жить с овцой, волк, там медведь с коробой, вот, а ребенок будет играть у норы змея. И тут нужно обратить внимание, что змея-то нету, есть нора змея, а змея нету, поэтому там ребенок и играет. У норы змея он играет, он не со змеем играет, со змеем играть не нужно. Даже в исправленном мире не нужно играть со змеем, тем более в нашем мире. Вот, это сила пророков, это уроки пророков, которые нам совершенно необходимо, по крайней мере, постараться выучить. Большое спасибо за внимание, я снимаю сейчас текст, и если есть вопросы, замечания, то я готов попробовать ответить. Рабзиев, я правильно вас понял, что главное исправление, которое необходимо сейчас делать, это исправление нашей гордыни, что это ключевая проблема как внутри каждого из нас, так и как Клаль, так и Прат, и на уровне общества. Ну да, но я бы только добавил, что вспомнил то, о чем мы говорили, что гордыня, она как бы, что у нее есть корень у этой гордыни, отсутствие понимания того, что Бог тебе все дает, дает тебе силы, что все, что ты сделал, все, что ты достиг, будь ты религиозный или нерелигиозный еврей, я уж не знаю, можно ли пользоваться таким термином, условно говоря, да, вот, ты все сделал, да, потому что тебе Бог дал силу. Я думаю, что да, думаю, что да, тогда можно видеть эту основную проблему. Да, в этом. И Вам не кажется, что то, что произошло сейчас, это, по сути дела, повторение шоу, которое произошло. и просто надо называть вещи своими именами, разве это не так? Ну, да, но я просто, я просто думаю, что называть это своими именами, назови это Шуана, извините, назови это еще как-то, да, поможет, поможет какой-то анализ, какой-то призыв, да, призыв, который, который реален, да, реален, возможен. И вот мне в этом призыве видится, как мы говорили с вами про Иеремьягу, шуу боним шу бибим, возвращайтесь, дети озорные, со своими сшалостями, со своими представлениями извращенными, которые, возвращайтесь, только возвращайтесь. Но что? Ну, нельзя так возвращаться просто уже совсем просто. Скажите, что я ваш отец. Вот это скажите и давайте двигаться дальше. я думаю, что это реальный призыв, и я думаю, что очень реальный для нашего времени, когда многие-многие осознали, что бывает, когда строят концепции совершенно оторванные от Торы, просто в противобес Торе, и сказать есть отец, у нас есть отец, у нас есть отец, все, дальше давайте стараться как-то исходя из этого, из того, что у нас есть отец, двигаться дальше и залечивать свои раны. Спасибо всем, очень надеюсь, что было полезно, мне полезно точно, всегда, вот я забыл в начале урока напомнить, что я стараюсь все свои слова посвятить Любову Бат Михаэль, своей жене, которая ушла полтора года назад из жизни, и вот Иремья, я уже стараюсь пробивать без нее, без ее вопросов, без ее замечаний, вот, и это намного труднее. Хорошо, спасибо большое-большое. Спасибо вам, спасибо, Абсер. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,